Добрый день! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве и все, что с ним связано. На этой неделе состоялась эта рабочая группа, заседание рабочих, это рабочая наша группа, это руководителями ОСББ, также руководителями управляющих компаний. На ней обсуждали мы достаточно важные темы, темы, с которыми мы сталкиваемся достаточно часто и ежедневно. Это тема капитальных ремонтов многокративных домов в нашем городе. И, безусловно, очень важная тема, это тема пожарной безопасности. За последние годы в Одессе мы убедились в том, что ей уделялось недостаточно внимания, чем должно было уделяться. Так вот, начну с пожарной безопасности. Говорили о том, что действительно в домах многоквартирных зачастую это пожарные выходы, либо вообще заставлены, заварены, либо захламлены. Бывает, что в домах отсутствует элементарно огнетушитель. Я уже не говорю о таком явлении, как это решетки на первых этажах, да и вообще решетки на окнах. Глухие решетки, которые в случае какой-либо эвакуации, безусловно, мешают. Этому мы уделили достаточно много внимания. Была выполнена большая разъяснительная работа руководством ДСНС. Донесли эту информацию еще раз, повторно. И решили, что необходимо все-таки провести дополнительное обучение сотрудниками ДСНС. Всех наших руководителей ОСББ, всему персоналу, который работает в домах ОСББ. Также руководству и персоналу, которые работают в управляющих компаниях и в ЖКСах. Чтобы иногда даже такие элементарные вещи, как знание, каким именно огнетушителем и где надо пользоваться, куда надо идти, как надо эвакуировать людей в случае пожара, могут спасти эти человеческие жизни. И также хотелось бы еще отметить, что в результате этой беседы договорились еще о создании рабочей группы для контроля, скажем так, тех домов, которые были сданы после 2010 года, так как в этом году были внесены изменения в нормативные документы и в сдаче дома уже не участвовали сотрудники ДСНС. Зачем это надо? Потому что сотрудники ДСНС не могут четко дать ответ, сказать, в каком состоянии там находится система пожаротушения, либо система пожарной сигнализации, которая во время сдачи дома должна соответствовать необходимым ГОСТам. Поэтому мы сейчас сделаем инвентаризацию этих домов, то есть это получим полный список, и по этому списку зайдем в каждый дом и посмотрим, в каком состоянии система пожарной сигнализации, в каком состоянии система пожаротушения там, где она должна быть, и есть ли она там вообще. Это, конечно, этот вопрос, это касается и тех домов, которые были построены в 70-е годы, в 80-е годы, но это отдельная тема, и мы сейчас опять-таки совместно с сотрудниками ДСНС будем думать, как решать и этот вопрос. Ну и еще мы обсуждали и обсудили тему капитальных ремонтов многоквартирных домов, и то, о чем мы уже говорили и достаточно серьезно к этому подготовились. Это модель, новая модель софинансирования. Что это такое? Это когда часть денег на капитальный ремонт выделяется с бюджета города, основная часть, и часть собирают, финансируют жителям многоквартирного дома. Такая модель достаточно успешно работает уже во многих городах Украины, таких как Киев, Львов, Днепр и так далее. Эта модель позволяет жителям города самим непосредственно участвовать в, скажем так, таких вопросах, как это решать, что именно надо сделать, в каком объеме необходимо выполнить те либо иные ремонты, и действительно это понимать, насколько это важно. В общих чертах, как это будет выглядеть, жители многоквартирного дома решают на собрании дома, что в первую очередь им надо сделать, что они хотят сделать, чему надо уделить внимание. Либо ремонт перекрытия, либо ремонт это парадный, либо система пожарной безопасности. На это выделяются деньги из городского бюджета, и также идет софинансирование от жителей дома. Соотношение идет в зависимости от вида работ, это мы будем в дальнейшем обсуждать и доводить по каждому виду работы. Это может быть 90 на 10, либо 80 на 20, либо 70 на 30. Жители дома сами могут участвовать в выборе подрядчика, и город на себя берет контроль за выполнением этой работы, так как на это выделяются бюджетные деньги. Совместными усилиями город и непосредственно сами жители дома, которые решают на собрании дома, повторюсь, что им надо сделать, решают и выполняют какие-либо работы. Поэтому я думаю, при такой модели качество ремонта станет намного лучше, а самое главное, эффективность от этого потраченных городских денег будет намного выше. На этом на сегодня все. Это как всегда, видимся через неделю, говорим о самых важных темах. До новых встреч!